Накануне депутаты городской думы провели выездное заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и связи по вопросам содержания контейнерных площадок, вывоза твердых коммунальных отходов и содержания придомовых территорий. В ходе заседания они успели проехать по 10 адресам и оценить актуальность поставленных проблем. Начали со двора домов, студенческая 41 и 43, находящихся в зоне ответственности Ямал-Сурсервиса. Ежедневно, два раза в день я точно здесь проезжают. Динамика положительная, защищается свое время. Это не то, что приготовили специально для нашей комиссии. Да и по очистке территории от снега замечаний не возникло. Хотя бывает, что сами жильцы препятствуют к качественной уборке. Самая главная большая проблема – это транспорт, который не убирается, хотя заявления обычно вешаются за неделю до этого. Ну, минимум за три дня я их вижу, все извещаются. И, соответственно, когда не очищается какая-то территория под машинами, то это… Ну, то есть, тут нет вины управляющей компании. Затем двор Обская 75-79. Тут замечания были и по наличию мусора, и не вывезенного после очистки снега. В остальных дворах также ситуация разная, но катастрофического бездействия управляющей компании не наблюдалось. Депутаты отметили положительную динамику. Первое – это в сборе, вывозе и утилизации твердых коммунальных отходов. То есть, проехали довольно-таки много адресов, на которых смотрим, что заметны улучшения в плане чистоты содержания контейнерных площадок. Конечно, есть где-то небольшие замечания, но я думаю, что в процессе будет все идеально. К очистке придомовых территорий и вывозу снега есть замечания. Тут с управляющими компаниями еще предстоит поработать. Да и благоустройство площадок для накопления коммунальных отходов имеется не везде. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Разработан трехлетний план по обустройству таковых на территории всего муниципалитета. Андрей Симоненко и Удар Захаров. Программа «Время местное». Программа «Время местное».